Он не забудет никогда С самого утра воспитанники военно-патриотических клубов несут вахту памяти. Начинают собираться люди. Некоторые пришли сюда в 4 утра по московскому времени, в тот самый час, когда на Советский Союз без объявления войны напали фашисты. У меня отец прошёл две войны, финскую отечественную, на Ладоге перевозил. Это когда в Ленинграде было благодать, он ходил на машине. Когда голодали, возил, там погибло очень много людей. Ты понимаешь, ты контузии имеешь. Он прожил, две войны прошёл, прожил всё-таки 8-9 лет. Умер. Умер. 8-9 лет. Я считаю, что достойный жизни. В колонии, пожалуй, нет никого, чью семью не коснулась бы война. Сегодня эскетимцы вспоминают всех, кто ушёл на фронт, и тех, кто так и не вернулся с войны. Дед погиб у меня на Курской дуге. Память и скорбь мы всегда должны помнить это. То есть все помнят, все приходили, все чтить память наших павших отцов, дедов. Здесь есть фамилия моего прадеда и прапрадеда моей дочери. Сёмкин Григорий Васильевич. Он погиб в 1942 году на фронте. Его ходил из эскетима. Сегодня мы будем излагать цепи. А где погиб? К сожалению, я не знаю, где погиб. У нас есть в семейном архиве два письма от него с фронта. И вот последнее письмо, оно датировано 1942 годом. Ежегодно в День памяти и скорби к мемориалу славы приходят сотни эскетимцев с цветами. И вот сегодня День памяти и скорби. Но, наверное, не так давно мы стали отмечать это именно шествием, возложением цветов. И то, что сегодня пришло очень много народу, это, конечно, очень хорошо. Это значит, что память о тех страшных событиях, она в народе живёт. Люди приходят сюда, взрослое поколение приходит с детьми, с внуками. Замечательно, что люди приходят, не забывают свою историю и чтят подвиг погибших наших, в том числе эскетимцев.